В центробарбаре не просто угнаться за полетом мысли отцов русской демократии и гигантов финансовой мысли. Хошь не хошь, а придется заниматься языкознанием. Языкознание это такая наука. Даже самый главный тиран всех времен и народов между расстрелами и голодоморами тоже занимался языкознанием. В книжке писал, а мы чем хуже. Но прежде чем заняться непосредственно языкознанием, я вам расскажу историю из своей жизни. Вот у нас у кавалерии случай был. Так вот случай. Будучи работником государственного учреждения, однажды я потратил полтора месяца на поиски двух копеек НДС в магазинском счете на покупку всякой мелочи. Магазинская бухгалтерия считала НДС по-своему, наша считала по-своему. Сойтись они не могли никак. Попытки их примирить ничем не закончились. А мои попытки возместить в закрома родины две копейки из собственного кармана были родиной в лице нашей бухгалтерии, отвергнуты категорически. Покупка расстроилась. Но зато я получил наглядный урок, сколь скрупулезно точно должно быть управление финансами нашей державы. Я оказался не одиноким во вселенной. Коллега рядом. Совсем недавно потратил не меньше времени на поиски шести копеек НДС. То есть задача в три раза более масштабная. Так-то оно так. Но вот любой инженер вам скажет, что любая деталешечка делается заранее заданной точностью. И попытки увеличить эту точность ведут к серьезному удорожанию изготовления этой самой детальки. А попытка достичь абсолютной точности, во-первых, недостижима, а во-вторых, уводит стоимость изготовления в бесконечность. Так вот, моя бухгалтерия хотела добиться от меня абсолютной точности. А кто же придумал правила, которые, мягко говоря, выполнить затруднительно? Придумал это денежная власть. Только вопрос, чья денежная власть? Помните вопрос? Кихолоп! Вопрос простенький, а ответ не очень. Отсюда и маленькая современная загадочка. Почему в Америке на пять фирм один бухгалтер, да и тот индус на удаленке? А в России на одну фирмешку пять бухгалтеров и те не разгибаются. Неискушенный зритель может подумать, что из таких копеечных точностей и складывается выполнение основных функций нашей денежной властью. А у основных функций у нее по большому счету две. Выпуск национальной валюты и обеспечение ее стабильности. Но с выпуском валюты худо-бедно Центробанк справляется. А вот обеспечением ее стабильности. Вот график изменения курса нашей национальной валюты. Кто скажет, что это график стабилизации, пусть первый бросит меня камень. А для такого графика и такая аргументация сгодится. Проинфляционные риски на горизонте до года снизились. С начала года ФРС США последовательно смягчала свою риторику на фоне ожидания замедления роста глобальной экономики. Это при прочих равных ограничивает риск значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками. У нее, видите ли, снизилась не инфляция, а проинфляционные риски. Извините, чем она их собирается измерять? ФРС США, видите ли, смягчила риторику. А это чем она собирается измерять? А трансграничное движение капиталов, оно тоже из-за риторики ФРС США, а не из-за беспредела, который творится на валютной бирже и в обороте безналичных банковских средств. А теперь соедините. Смягчение риторики к Федеральным резервам США с утеканием миллиарда долларов каждый день через границы нашей страны. Соединяется. Можете туда добавить мои две копейки. Как эта билиберда вообще может быть приспособлена к подсчету денежной массы в стране и к недопущению ее обесценения? Или вот? Мы учитывали, что инфляционные ожидания населения бизнеса остаются повышенными, как относительно цели по инфляции, так и минимальных уровней, достигнутых в первые месяцы 2018 года. Она занята остановкой инфляции или прогнозом, чего люди подумают относительно действия ее конторы в будущем. Что-то здесь по-крупному не так, в принципе. Этого человека представлять особенно не нужно. Борис Абрамович Березовский был человеком умным, поэтому к его мнению стоит прислушаться. Я читатель, да? Я могу открыть книжку, да, практически любую, да, и на содержательном уровне разобраться в любой проблеме. Это проверял на своей маме, когда защитил кандидатскую диссертацию и докторскую диссертацию. Мне объяснили очень важную вещь. Если ты занимаешься делом, ты можешь объяснить то, что ты делаешь, совершенно необразованным человеком. Я и свою кандидатскую доктору объяснил своей маме, у которой не было высшего образования, но она абсолютно поняла, что я делаю. Если что-то делают и не могут объяснить, значит, дело нечисто. Так что здесь нечисто? Что-то эти речи мне напоминают. Проинфляционные риски на горизонте до года снизились. Я, птица Феникс, буду петь вам сладкие песни. И зачем птице Феникс петь сладкие песни? Опуститесь на колени, крабрые воины, и усмите. Я, птица Феникс, буду петь вам сладкие песни. Вот те раз мы собрались вставать с колен, а нам опять на колени, да еще сонных. К чему бы это? И зачем это? А, видимо, за тем, чтобы сонными слушать другие части доклада с Экипзадом. Например, это. Мы прогнозируем сальдо текущего счета на этот год в 98 миллиардов долларов США. За первые пять месяцев текущего года сальдо финансовых операций частного сектора уже составило 35 миллиардов долларов. 35 миллиардов в пересчете на год – это 84 миллиарда. 98 плюс 84 – это 182 миллиарда американских долларов. Много это для нашей страны или мало? Ты не забыл слушать, что мы сегодня все-таки обсуждаем вопросы языка знания? Сальдо. Красивое слово. Вот его и обсудим. Вот человечек на кассе. Пока у него дебет с кредитом сходится, и сальдо нулевое. На ваших глазах у него возникает кредиторская задолженность. А вот у этого, который справа, возникает дебиторская. Величина этой разницы и есть сальдо. Вот, собственно, оно в мешке. А вот это оно надежно уплывает, а на бумаге может остаться. По-набиуллински это сальдо, а по нашему, языкознавческому, это награбленное имущество в особо крупных размерах. Ну разве это объемы? Это же так, мелочь по карманам. Вот это объемы. Мы прогнозируем сальдо текущего счета на этот год в 98 миллиардов долларов США. За первые пять месяцев текущего года сальдо финансовых операций частного сектора уже составило 35 миллиардов долларов. По-набиуллински это немного, а по нашему это 12 с 12 нулями. Весь налог на все прибыли России это 4 с 12 нулями. Все налоги на все доходы всех граждан России это 3,7 с 12 нулями. А все налоги на все имущество граждан России это 1,4 с 12 нулями. Сумма всех этих доходов это 9 с 12 нулями рублей. А сальдо 12 с 12 нулями. Так много-то или мало? Полистаем наш словарик дальше. Значимую роль продолжают играть и соглашения по розничным ценам на топливо между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями. Цены на бензин выросли в мае на 2,8. При этом компенсирующие механизмы, включая возвратные акцизы, довольно сложно. Возвратные акцизы это когда на заправках собирают с каждого проданного литра отдельный государственный налог, а потом его возвращают хозяевам нефти. Ограничивает инфляцию и сдержанная динамика внутреннего спроса. Это когда у людей нет денег, нечего тратить, вот инфляция и сдерживается. Заметьте, в больших московских супермаркетах работают и 2,5 касс. А ведь 5 лет назад работали все. Восстановился интерес международных инвесторов к российским активам. Особенно это проявилось на рынке ОФЗ. Облигации федерального займа, ОФЗ, это когда у государства не хватает денег, и оно занимает их у денежных мешков под проценты. А выплачивают эти проценты из наших с вами налогов. Налоги-то у нас собираются всего, даже с дачных строений. Но поскольку наше государство все время хвастается профицитом бюджета, то какой смысл занимать? Единственное, что приходит в голову, за долю малую, за откат. Ничего другого я придумать не могу. Мы ожидаем нормализацию накопления иностранных активов, которая значительно ускорилась с середины прошлого года. На человечем языке это означает, что наши новориши скупают все, до чего их ручонки могут дотянуться, за выручку от продажи нефти, газа, леса и всего остального, что им удается вывезти за рубеж. Яхта Романа Аркадьевича Абрамовича, это тоже зарубежный актив. Зарегистрирована она отнюдь не в Черноморском пароходстве. В настоящее время активно обсуждаются возможные варианты использования ликвидной части средств Фонда национального благосостояния сверх порога в 7% ВВП. Сверх порога 7% ВВП – это приблизительно 115 миллиардов долларов. Это столько, сколько собрали в прошлом году налогов на все доходы и все имущество всех граждан России. Слушайтесь в эту песню. Рассматривая возможные решения, важно учитывать, что ключевая задача бюджетного правила – снизить зависимость экономики, реального валютного курса и государственных финансов от колебаний мировых цен на энергоносители и стабилизировать их состояние, эквивалентном цене отсечения на ней. Что бы эта фраза вообще значила? Вообще-то это разговор о том, можем ли мы как-либо использовать Фонд национального благосостояния. Ни много, ни мало. И решить эту задачу во многом удалось. Влияние колебаний цен на нефть, на российскую экономику заметно снизилось. Скажем, стоите вы на базаре и торгуете картошкой. Картошка ночи в цене, соседи продают ее по 50 рублей за килограмм, мы тоже по 50. Но вот Эльвира Сахибзановна организует процесс так, чтобы 40 рублей вы могли положить в карман, а 10 рублей – эквивалентно цене отсечения. Вы бы вложили, например, в облигации американского государственного займа со сроком погашения лет на 15-20. Примерно так пропали гонорары нашего великого борца Ивана Поддубного, который в 25-м году провел гастроли в Соединенных Штатах. Фирма, которая его наняла, перевела все его гонорары на срочные вклады. Говорят, они до сих пор там лежат невостребованы. «Недавно меня учили читать Библию. Если читаться в каждое слово, да еще понять его, такое открывается. Если внимательно слушать, чего говорит Эльвира Сахибзановна, да еще суметь понять, такое открывается. Так что конца центра Барбары не предвидится. Вперед, читатель, за мной! Приложение пора закрывать. Нас ждет стремительное развитие сюжета. За мной, читатель, зритель, слушатель. Редактор субтитров А.Семкин